Соревнования проходят в 32 дисциплинах. По итогам состязаний будут отобраны спортсмены для участия в первенстве России в Пензе, в Спартакеаде учащихся России в Ростове-на-Дону и в всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин» в Санкт-Петербурге. За право стать лучшими в первенстве города состязаются ребята в трех возрастных категориях. Девочки до 10 лет и мальчики до 12, девочки 11-12 лет и мальчики 13-14, а также девушки от 13 лет и старше и юноши от 15 лет и старше. Сегодняшнее соревнование для меня очень важный, потому что я должен показать свой лучший результат и прогрессировать вперед и отобраться на чемпионат России. Вообще моя цель в жизни – это попасть на Олимпийские игры, конечно же, но потом тренером стать и посвятить себя спорту. Сходишь на соревнования для того, чтобы выйти на российские соревнования, чтобы попасть, и мне нужно попасть и хорошо проплыть, улучшить результаты свои. Напомним, с 1 января 2017 года во всех школах Олимпийского резерва бесплатно могут заниматься только спортсмены, которые готовятся к соревнованиям. Плавание в целях оздоровления осуществляется на коммерческой основе. Севастопольская школа Олимпийского резерва номер один подготовила социальный проект, согласно которому возможность заниматься плаванием бесплатно будет у всех севастопольских детей. Депутат законодательного собрания Татьяна Георгиевна Лобач пояснила, разработанный проект получил одобрение правительства города. Хотелось бы пожелать всем быстрой воды, чтобы 200 участников этих мероприятий в городе Севастополь и детей, которые занимаются плаванием, становилось больше. И считаю, что город у моря каждый ребенок города Севастополя должен уметь плавать. И мы в законодательное собрание, как власти города Севастополя, приложим все усилия, чтобы этот вид спорта в городе развивался в дальнейшем. В итоге открытого первенства спортивной школы Олимпийского резерва номер один подведут уже в субботу. Юлия Бауськова, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя.